Когда мирковать по старожидных летописах, неколе в Беларуси высокородных оленей было шмат, а поливание на их у нечем нагадывало, но тотализованное представление не в таких масштабах, а на Гомичине олени сдобывали еще на проконце 50-х годов минулого 100 года. Потом это оживело стало редкостью, и навод убачить ее было великой удачей. Одновлением статку на Гомичине занимается четвертый год в рамках республиканской программы «Беларусский лес». Уреческий район, когда Сарка живел, привезли 9 месяцев тому. До этого, когда полутора месяцев выбирали территорию для вольера, в одном месте повинны были быть и луг, и кусты, и водоем. Было очень много сил потрачено на привозку сетки, установку столбов, установку сетки. Потом привезли сюда оленей тоже. Работники наши здесь постоянно находились, два человека. Они кормили животных, следили за ними. За уликом от Риманного, за час находения у вольера потомства, до Жнюня реческий статок высокородных оленей увеличился до 60. Живел для того, чтобы поднимать их в дальнейшем, полевничья организовали некаких кормушек и на дым с палев посадили рабс. Хоть кормовая база тут у Воголя добрая, не о позднюю чергу по этой причине у реческим рай ваконками охочуете планы о творении еще одного местного бренда – края высокородных оленей. С обществом охотников и рыболов продолжить эту традицию. Предварительно рассматриваем очередную закупку и размещение на территории Риманного района порядка 2019-2020 годов. За незаконное полевание на высокородных оленей предупреждена криминальная отказность, а ли уже у достатково близкой к будущине, коли колькость живел повеличится, сдобыть трофей можно будет законно, а порча обновления биологичной разностайности, разведения оленей у перспективы мая на увазе ящей и отрывания товариством полевничьих додатковых доходов. В общем-то, уже проводили некоторые экскурсии, фотоохоты, просто показывали им, что олень в наличии имеется. Вместе с тем, заинтересованность охотников в Германии, Австрии, Чехии в таких охотах на территории области есть. За выпуском «Живел у лес» в Риманском районе уважливо надзирали местовые полевничья раз-два-три годы, и они смогут отновить старожитные традиции, и тогда тут снова можно будет почуть гук полевничьих рожка. Олег Синчаров, Владир Игорь Панько, телерадио-компания «Гомит», Реческий район.